Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале «Всё для клёва». Сегодня очередной раз мы встречаемся с Владимиром, инспектором Одесского рыбоохранного патруля. Приветствую вас, Владимир! Здравствуйте, Александр! Сегодняшняя тема видео – это грубые нарушения рыболовства. Хочется узнать, какие нарушения попадают под квалификацию грубых нарушений и какая ответственность за них наступает? Все грубые нарушения, они у нас прописаны в статье 85-й части 4 Административного кодекса Украины. И к ним относятся это рыболовство с применением огнестрельного оружия, колющих орудий лова, промысловых орудий лова, лицам тем, которые не имеют на это специального разрешения. Также всех иных запрещенных орудий лова. Также туда относятся превышение суточной нормы вылова. Это тоже грубое нарушение. Соответственно, когда рыболов-любитель как бы сидит, ловит разрешенными орудиями лова, удочками, спиннингом, но он превышает суточную норму вылова, он является таким же правонарушителем, как рыбак, который ловит сетками, драчами, мухами и т.д. И какая же все-таки наступает ответственность за такие нарушения? Ответственность за такие нарушения, согласно санкции этой статьи, это административный штраф размером от 340 гривен и выше. И с конфискацией или без таковой орудий и средств данного правонарушения. Давайте об этом поговорим более подробно. Орудия и средства, что это? Орудия лова это то, чем рыбак ловит, то есть удочки, если мы говорим о превышении суточной нормы вылова, сетки, пауки, винтеря, это то, чем запрещено ловить. Это является орудиями. А средства это как бы вспомогательные такие, это можно туда отнести, лодки, вплоть даже до автомобилей, на которых этот браконьер туда приехал. И если доказать, что этот автомобиль был причастен к совершению данного правонарушения, то согласно санкции этой статьи, даже автомобиль попадает под изъятие. Ну, приведите, пожалуйста, пример. Как можно автомобиль привязать к этой статье? Браконьер вышел, у него есть сетки, у него есть, допустим, корыто, если он ловил брод. Он эти сетки, это корыто, грузит свой автомобиль в багажник этого автомобиля. Соответственно, автомобиль является пособничественным средством для совершения этого правонарушения. Так, и получается, что в момент, если его захватили... Если это будет зафиксировано, и в этот момент, если он был задержан, этот правонарушитель, когда вот это происходило, так как мы описали выше, то вполне даже возможно изымать и автомобиль. А как это происходит вообще? Как можно изъять этот автомобиль физически? Вот вы, например, инспектор с другим инспектором в рейде. И в этот момент вы принимаете решение изъять лодку, например, или автомобиль. Как это происходит? Ну, вот, если мы принимаем решение изъять лодку, вы же поймите правильно. Изъятие это не подразумевает под собой, что взяли и забрали. Вот, мы пишем административный протокол, составляем. В протоколе есть графа, что выявлено у правонарушителя, и также, что у него изъято. Именно изъято, потому что мы не конфисковываем, конфисковывает суд, мы изымаем до решения суда. Если мы говорим о каких-то там больших лодках, об автомобиле, ну, либо как-то там дорогостоящем имуществе, вот, есть такая возможность, как оставить изъятое у него имущество этому же нарушителю на ответственное хранение до решения суда. Но, когда есть возможность изъять физически, это, то есть, там, надувная лодка, либо небольшое какое-то плавсредство, которое можно довести, доставить до места хранения базировки, вот, тогда оно изымается физически. Хорошо, автомобиль. Я же вам объясняю. Автомобиль описывается, марка автомобиля, номер автомобиля, потому что у него должны быть документы. Если документов нету, соответственно, будет вызвана патрульная полиция, которая занимается непосредственно уже автомобилем. Этот автомобиль вносится в протокол, там надо просто в протоколе указывается, что автомобиль был, ну, способствовал совершению данного правонарушения. Вот. И он оставляется нарушителю под расписку на ответственное хранение. То есть, он на нем уезжает. Но он уже внесен в протокол, как средство, которое способствовало данному правопорушению. Хорошо. За вашу практику, такие случаи были? Да. И это автомобиль или лодка? Что это было? Это был автомобиль. Не, ну, лодок много изымалось. Был у меня случай на Хаджибеевском римане, когда действительно правонарушитель сетки с рыбой перевозил в автомобиль с прицепом. Были вызваны сотрудники Ивановского, тогда еще был райотдел милиции. Автомобиль был заставлен и оставлен у них на штрафплощаду. Ага, даже так. Понятно. Хорошо. Ну, а вот рыбак-любитель, да, перевысил там норму вылова, допустим, там в два раза. То есть, поймал 6 килограмм рыбы. Такие у вас случаи бывают, что изымаются удилища? Ну, удилище, оно должно быть изъято, потому что, согласно санкции статьи, я же говорю, там, где написано с конфискацией ЧБ с таковой, вот, удилища изымаются до решения суда, потому что это является орудием совершения данного правонарушения. Да, еще хотелось бы уточнить один момент. Забираются только личные имущества? Ну, имущества, нет, там забираются, да, вот эти вот средства, которые являются частной собственностью правопорушника. Так, а как доказать, что удилище, например, если насчет лодки и автомобиля понятно, что это собственность, ну, того или иного лица? Есть паспорта, там, определенные документы. А как определить, что удилище... Ну, вы же понимаете, у нас на удилище никаких документов, подтверждающих властность, не надо, согласно действующего законодательства. Потому что человек этим удилищем ловит, опять-таки, все же правонарушения каким-то образом фиксируются, либо показаниями свидетелей, либо фото-видео фиксации, если видно, что он им ловит, вот, соответственно, оно изымается. Угу. То есть тем, которым ловят, то и изымают. Совершенно верно. Часто задают вопросы подписчики о тех рыбаках, которые стоят вне разрешенных зон, которые указаны в наказе, в приказе начальника Одесского рыбохранного патруля. То есть ловят, там, от стрелки и выше, например, на Днестре, или, там, на Трунчуке, вне этих зон. Скажите, пожалуйста, вот к этим рыбакам санкции какие-то, ну, должны применяться? И применяются ли? Ну, естественно, санкции должны применяться, потому что они тоже являются правонарушителем. Кстати, очень интересно читать на сообществе, в вашем, вайбер-сообществе, все для клево, когда люди пишут, что он приехал, там, на 53-й, на 54-й километр, либо на 49-й, когда рыбалка запрещена, он начинает рассказывать, что там стоит клуб 99 макушатникам, и ему негде с одним фидером примкнуться. Ну, в данное время в запрещенных участках, где ловить нельзя, которые не отведены для любительского рыболовства, не имеет значения. Один фидер, 99 макушатников. Это одно и то же нарушение, попадающее под одинаковую статью. Вот. Ведется ли там работа? Ну, надеюсь, что ведется, даже не надеюсь, я знаю, я вижу, читаю телеграм, у нас есть внутренняя такая группа среди работников рыбоохранного патруля, куда мы выкладываем все протоколы, которые составляем. Вот. Я, читая этот ресурс, вижу, что протоколы действительно пишутся ежедневно. Ну, и, как я понимаю, эффективность очень слабая, потому как они все равно стоят, стоят, стоят. Потому что если бы реально наказывали, то люди бы там не стояли. Ну, я же вам объясняю. У нас санкция этой статьи за нарушение правил рыболовства, за негрубое, это 85-я часть 3-я, подразумевает под собой такие виды взыскания от предупреждения до наложения штрафа размером 170 гривен. Вот. Ну, как правило, 170 гривен накладывается только в случае там повторного нарушения, потому что у нас ведется база нарушителей, если там человек в течение какого-то периода времени уже попадался на каких-то правонарушениях, мятное дело, что санкция статьи для него будет немножко выше. А так берется серединка от 68 гривен, ну, составляются протоколы, и постановы инспектора выносят на местах. Я бы хотел, мало того, что пожелать, попросить и где-то даже потребовать. Соблюдайте правила рыболовства, не ловите рыбу там, где этого делать нельзя. Есть разрешенные участки, одна удочка, один крючок, норма вылова. Помните о маломере. Сообщайте на телефон горячей линии о всех нарушениях, которые вы видите. Если даже половина из них возымеет какую-то реакцию, уже будет большой плюс. Да, и пишите в наше вайбер-сообщество «Всё леково Днестр». Его смотрят тоже не только рыбаки-любители, но и инспектора Одесского рыбохранного патруля, что очень радует. До свидания. Всего хорошего.